Приветствую, это канал Собода Премиум, с вами праздник Дмитрий Гурневич, а сегодня со мной на связи доктор Евген Коморозкий, человек, которого ведут миллионы белорусов, которые сейчас находятся в своем родном Харкове, и расскажут о новых новинках, которые происходят не только в ином городе, но и в Украине. Здравствуйте, Евгений Олегович. Здравствуйте, здравствуйте, все жители Белоруссии. Те, кто меня знает, те, кто меня слышит, всем здравствуйте. Думаю, что вас знают миллионы, я не преувеличиваю. Скажите, пожалуйста, вы сейчас находитесь в Харькове, расскажите, в каких... Я нахожусь в Украине, давайте без уточнений. Хорошо, хорошо. Я в Украине, и как все в Украине, начинаю утро с обзвона знакомых, и получаю тысячи писем со всей Украины, что, где, как. Главная задача утром выяснить, кто живой. Это самая главная задача. Можете себе представить, что чувствуют люди, которые просто должны проснуться утром и убедиться в том, что их дети, жены, родственники, друзья, с которыми ты живешь. Просто надо убедиться, что они живы. Понимаете, вот это главная задача. После этого начинаем думать, что сами делать дальше с жизнью с этой. Так что очень все невесело. В Харькове бомба упала, судя по всему, авиационная бомба упала прямо в площадь независимости, площадь свободы. Площадь свободы, да, площадь свободы. Это прямо возле здания облах госадминистрации. Это то, что называется высокоточное оружие этих свалочек. Ну, собственно говоря, вот так это все происходит. Российская пропаганда утверждает, что она не бомбит цивильных объектов, исключительно военные объекты, военные базы. Вчера российская армия устроила обстрел градами города Харькова, район Салтовка. Это район, где живет полмиллиона человек, мирных жителей. Это, в принципе, такой спальный огромный район, где никогда не было ни одной воинской части, ничего в принципе. Также в эту ночь был обстрел района Алексеевки. Это еще один спальный район. Ну, собственно говоря, наверное, в Харькове не обстрелянных районов уже не осталось. Количество разрушенных зданий. Это уже все это сотни убитые дети, гражданские. Ну, это невозможно передать. Такое впечатление, что мы смотрим какой-то фильм в детстве про Великую Отечественную войну. Ну, и самое удивительное, что для народа Украины это действительно Великая Отечественная война. Вот и российская пропаганда, а вслед за ней... Да будь они прокляты со своей российской пропагандой. Я думаю, что те люди, которые нас с вами сейчас смотрят, маловероятно, чтобы нас сейчас смотрели люди, которые накушались с российской пропагандой. Понимаете? Те, кто попробовал эту дрянь, это наркотик. Они уже будут сидеть и смотреть в глаза мерзавца Соловьева. У них других вариантов нет. И сходить с утра до ночи с соловьиным пометом на мозгах в голове. Понимаете? Поэтому если хотя бы один процент посмотрит и послушает, и поймет, что здесь убивают обычных людей, обычных жителей Украины. Вот и все. Они не в состоянии справиться с армией Украины. Нельзя справиться с мотивированными людьми, которые защищают свою землю. Нельзя. Можно только озлобить их максимально. Чтобы этих несчастных мальчишек-срочников, которые ничего не понимают, просто перестали жалеть, начали убивать. Вот до этого. Потому что, поверьте, когда сейчас рядом с Харьковом за окружной половина тех, кто там стоит, это уже не только ребята, которые прошли подготовку. Это просто люди, которые взяли оружие, чтобы защитить свой город. У них за спиной их жены, дети. Понимаете? На что они способны? Это уже не война. Это уже, ну, не знаю, как это будет называться. Ну, скорее всего, геноцид. Потому что как раз суд в Гаге принял уже заявление Украины по поводу военных преступлений. Я почему вспомнил пропаганду? Потому что в Беларуси есть большая проблема с информацией, поскольку уже полтора года большинство, почти все независимые средства информации заблокированы. В том числе, например, наш сайт. Благодаря YouTube, благодаря Telegram-каналам, социальным сетям мы можем к нашей аудитории доходить. И очень многие растерянные люди, потому что единственное средство масс информации, которое они могут включить, это русские каналы, где говорят про то, что в Украине бандеровцы и надо освободить. Вот вы доступно расскажите, так как вы делаете это про медицину. Почему вообще русские солдаты пришли в Украину, чтобы белорусы поняли вас? Единственное место, где живут бандеровцы, это голова Путина. Больше нигде. Причем это оказалось очень заразным и заразился еще и белорусский диктатор. Понимаете? Поэтому эта парочка замечательная. Просто, знаете, я бы хотел сказать, что они больные. Но я уж, простите, скажу, они просто оба. И, пожалуйста, пришли, не запикивайте. Каждый белорус поймет значение слова, ну ты, и пусть дети это послушают. Потому что это вот люди, именно такие, они не понимают ничего. Они сидят в своем мире, окруженные лизоблюдами, которые доносят им только ту информацию, которую они хотят. И они потом транслируют эту информацию на всех остальных. Понимаете? Все. Здесь убивают народ Украины. Никаких бандеровцев здесь нет. А самое удивительное, что даже если бы они тут были, это не собачье дело. Понимаете? Ни Путина, ни Лукашенко, никого. Это наше. Мы никуда, ни один человек с территории Украины не пришел в Белоруссию или в Россию. Понимаете? Это наша страна. Мы сами здесь определимся, что делать. И только что сейчас русскоязычный Харьков и русскоязычный Мариуполь всему миру доказывает. Всю эту вонючую, грустную клевету этих людей, которые рассказывают о том, как русскоязычным плохо в Украине. Русскоязычные люди посылают на три буквы, панкретно, понятно, на русском языке, чтобы всем вам было понятно, зачем вы сюда идете. Жалко мальчишек. Еще немножко жалко. Понимаете? Это последнее. Вот еще жалко мальчишек, которые пришли, идут сюда, ничего не понимая. Идут сюда с просроченными пайками, без броников, ничего не умея, думая, что они на учениях или прикидывая, выпрашивая еду. Ваши сейчас белорусских ребят тоже сюда пошли. Они тут останутся. Понимаете? Останутся. А белорусский народ будет сидеть и ждать, как им будут привозить трупы. А то или не будут привозить. Будут тут в подвижных крематориях заканчивать свою жизнь. Понимаете? Как раз сегодня, буквально пару минут назад, Александр Лукашенко, не признанный мирами белорусами, руководитель Беларуси, заявил про то, что белорусские солдаты не поедут в Украину. Их там не было, их там нет, их там не будет. Послушайте, вчера Лукашенко заявлял, что с территории Беларуси ничего не пролетит. И крылатая ракета с Беларуси прилетела в Житомир. Это то, что я знаю точно. А что там еще прилетело? А сколько танков зашло с территории Беларуси и так далее? Все сейчас направления от Чернобыля, от Припяти на Киев, все эти танковые колонны идут с территории Беларуси. Вы как раз записали видеообращение небольшое. Расскажите, что вы сегодня, как вы обратились к белорусам, чего от них желаете, от тех людей, которые в Беларуси... Я просто желаю, чтобы люди в Беларуси поняли, что сейчас определяется судьба народа Беларуси. Народ Беларуси сейчас определяет, что с ним будет дальше. Что с нами будет дальше, абсолютно понятно. Понимаете, через разруху, через смерть, через все Украина придет к свободе. Другого варианта невозможно. Украина придет к свободе при помощи всего нормального мира. Украина отстроится и будет процветать. С нами, без нас, но она останется и будет процветать. И наши дети, уцелевшие, будут радоваться, но и жить нормально в цветущей Европе. Понимаете? А вот что будет с народом Беларуси, не знает никто. Никто. У чего народа Беларуси здесь всего два варианта. Или он освободится вместе с нами, или он освободится вместе с нами, и вместе с нами будет жить в объединенной процветающей Европе. Или он на долгие-долгие годы будет погружен в черный мрак вот этой вот мерзкой автократии. Потому что на смену этому бандиту придет следующий, понимаете, и так далее. Вот, собственно говоря, сейчас мы же знаем, что беларусы могут. Только это уже не тот этап, когда надо газету подстилать на скамеечку, перед тем, как на нее встать. Надо уже другое. Нет, они не поймут, они не согласятся отдать свои деньги, свои зарплаты, свое положение в обществе, свои возможности коррумпированные и так далее. С ними можно только силой решать эти вопросы. Поэтому молодежи Беларуси, мужикам Беларуси, надо понимать, женщинам, надо понимать. Вы сейчас, вы сейчас решаете, что будет. Вы останетесь на долгие годы в этом концлагере с вкусным молоком. Я все же уточню, потому что какие конкретно действия вы имеете в виду? Потому что многие люди растеряны, дезинформированы. В Беларуси идет такая тоже информационная война внутри. Запрещено вообще говорить про правила. Распространяйте информацию. Делитесь информацией хотя бы так, как можно. Договаривайтесь. Выходите по ночам. Делайте что-то. Блокируйте дорогу, по которой едут автомобили, танки, поезда. В конце концов, слушайте беларусам рассказывать, как взорвать ветку железной дороги. Беларусы весь мир могут научить этому. Вы знаете, по какой дороге подходят танки, подвозят границы беларусской? Ребят, главное поймите, если вы сейчас не уберете этих мерзавцев, они с вами на долгие годы. Вот и все. Вы сейчас или поднимете в вашем концлагере пункт, или вы останетесь в вашем концлагере. У вас нет других вариантов. Расскажите еще, если у вас есть пару минут буквально именно про состояние, поскольку вы специалист, врач, педиатр. Вообще, как с гуманитарной точки зрения выглядит ситуация? Хватает ли чем тоже беларусы, в том числе, которые живут не только в Беларуси, но во всем мире? Как они могут помочь вообще Украине сегодня? Все, что можно, надо попытаться доставлять на границы, на границу Польши и Украины, на границу Венгрии и Украины, Молдовы и Украины. Это вот туда надо доставлять все, что только можно. Там наши логистические центры уже будут решать, как все это по Украине распространять. Других альтернатив нет. У нас самая главная проблема – внутренняя логистика, как доставить еду, медикаменты в больницу, в дом с учетом комендантского часа, постоянных обстрелов и так далее. Причем для них уже не существует никого. А расскажите, если вы можете сказать, лично вот ваша семья, вы в безопасности… Давайте не будем трогать мою семью. Хорошо. На ваш взгляд, вообще, какое сейчас может быть решение, как все может развернуться в конце концов? Путин уже угрожает миру ядерной войной. Вы знаете, я бы уже понял, что я могу прогнозировать течение болезни, когда я могу поставить диагноз. В данной ситуации речь идет о смеси шизофрении и слегнутости. Такого диагноза, в принципе, еще никто не видел, понимаете? Когда один человек, один больной на голову человек, окруживший себя непонятно кем, ну это же тоже не люди фактически, понимаете? Когда вы окружили человека, создали ему иллюзию всемогущества, человек, который в интернет не заходит 20 лет, который, блин, читает только бумажки, которые ему положили на стол, человек, который несет такую хрень по телевизору, он не от мира сего, он шизофреник, ничего другого я сказать не могу. И что вы хотите, чтобы я сказал, что у него дальше будет в голове? Пока у него голова это на плечах, от него можно ожидать все, что угодно. Прогнозы только надеются на себя, надеются на мощь стран, которые понимают, что такое противоракетная оборона, что такое отслеживать все позиции по ядерной триаде и так далее, и так далее. Каждая подводная лодка под наблюдением, каждый тут самолет-носитель под наблюдением, каждый болит. Ну а что еще в миру остается? Что? Еще, если можно, один вопрос. Весь мир удивлен мощью украинской армии, которая предстоит, ну, фактически, как всегда говорилось, самой мощной, а по крайней мере, одной из самых мощных армий мира. Скажите вообще, как это вообще стало возможным? В чем сила украинской армии? В любом случае, армия состоит из людей. Армия состоит из людей, которые защищают свою страну. Женщины, детей, которые за ним. Понимаете? Не впереди, как рассказывал шизофренутый вождь, понимаете? А за ним. Их надо защитить любой ценой. Любой ценой. Это раз. Второе, помимо мотивации, знаете, вы же воюет, фактически, Россия с лучшими военными технологиями мира. Потому что весь мир протягивает Украину руки помощи. Понимаете? И количество средств противовоздушной обороны, противотанковых, просто средств уничтожения живой силы противника. Украине же никто не давал наступательные вооружения. И Украине поставляли только оборонительные вооружения. Понимаете? Так вот, скоро это уже кончилось. Уже будет в Украину сейчас заходить самое лучшее. Поэтому будет в каждом дне нарастать потери. Россия уже потеряла тысячи солдат, тысячи единиц техники, десятки самолетов. Десятки. И можно говорить, мы видим эти горящие обломки каждый божий день. Поэтому, ребят, только не надейтесь только на нас. Ваша судьба определяется, судьба белорусов определяется только вами. Самое-самое в конце. Поскольку мы говорим по-русски, нас сегодня тоже увидят много зрителей истории в России. Есть ли вам что им сегодня сказать? Хотите вообще к ним как-то обратиться? Ребятки, я с вами говорю каждый божий день. Я вчера давал большое интервью ребятам из команды Навального, где рассказал все, что я думаю. Все, что я сказал в отношении белорусов, в той же степени, в абсолютно той же степени, относится и к народу России. Ведь тоже меня практически все знают. И вы должны понимать, что сейчас речь идет об освободительной войне. Освободительной войне. Только народ Украины освобождается от российских агрессоров, а народ России освобождается от больных на голову, людей, захвативших власть в вашей прекрасной стране. И вы должны понимать, никто не придет вам на помощь. Вот к нам придут на помощь все. Весь мир придет на помощь Украине. Но прийти на помощь России может только жители России. И к Белоруссии это относится точно так же. Спасибо вам большое. Я нагадаю нашим рядачам, что сегодня моим гостем был доктор Комаровский, ведомый миллион белорусов, дубль тимлику аудиторию России. Мы говорили про ситуацию в Украине, про агрессию России с упростью Украины. Вы видели канал Суббудапремя. Он с вами был праздник. Слава Украине. Живе Беларусь. Дякую великую. Спасибо. 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 Спасибо.